Бесплатная альфа-карта возвращает деньги. Закажите в феврале и выиграйте альфа-карту с кэшбэком 100% за всё и навсегда. В данном видео я расскажу вам о монстрах, которые были показаны в мультфильме «Монстры против пришельцев». Поговорим о многих интересных моментах, о способностях этих существ, про их происхождение, слабости, про образы и многое другое. Всё как вы любите. А если хотите больше роликов по обсуждаемой вселенной, ставьте лайки. Как только наберём 40 тысяч, я сразу сделаю продолжение. Итак, сегодня мы поговорим про пятерых монстров, которые содержались на сверхсекретной базе «50 чё-то там». Это насекомо-завр, недостающее звено, боб, доктор-таракан и гигантика. Был ещё человек-невидимка, но я его трогать не буду, ведь ему было уделено крайне мало экранного времени. Можно сказать, он был почти незаметен зрителю. Начнём с недостающего звена. Это так называемая рыба-человек, обожающий женский пол. Раса недостающего звена обитала многие тысячелетия назад и представляла собой жуткую смесь рыб с их плавниками, хвостами и чешуёй. И обезьян с их телом, конечностями и мордой. Согласно данным, звено решил искупаться, но выбрал неудачный момент во время последней ледниковой эпохи и был заморожен где-то 20 тысяч лет назад. В 1961 году его нашли учёные и разморозили. Кстати, обнаружение этого персонажа, его извлечение из-за льда и дальнейший побег являются отсылкой на дилогию фильмов ужасов «Нечто». После побега недостающего звена отправился в свою родную лагуну под названием Какао-Бич, которая к этому моменту была превращена в курорт. Обидевшись на людей, звено похитил более 200 отдыхающих поблизости студенток и решил устроить вечеринку, но был пойман военными и доставлен в зону 50 чё-то там. Ты виздишься! Не верится, что это мой десятый подход. Недостающее звено является пародией на старый фильм ужасов «Тварь из черной лагуны» 1954 года. Сюжет у картины следующий. В Верховье Амазонки отправляется экспедиция для исследований ископаемых останков. Постепенно участники путешествия становятся жертвами жуткого существа – жабра-человека. Также эта тварь заинтересовалась единственной девушкой из экспедиции – Кей Лоуренс, которая стала возбуждать монстра. Жабра-человек принялся с маниакальной настойчивостью атаковать людей, желая заполучить женщину и спариться с ней. Но в итоге он вместо сладенького получил железненькое, но не умер и был пойман, после чего отправлен в океанариум. Покажи тварь из голубой лагуны! Нет, 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 не могу, страшно, перестань, умоляю! Ну а я возвращаюсь к недостающему звену. Наш рыбачел очень ловок и силен, он прекрасный акробат и искусный боец. Он может без особых проблем справляться со многими противниками. Правда, чаще всего звено вместо того, чтобы решать проблемы, создает их. Теперь завалим эту штуковину! Желание повыпендриваться и неспособность обдумывать свои действия, играют с ним злую шутку и приводят к многочисленным травмам. Недостающее звено, как и все представители его расы, может находиться под водой неограниченное количество времени и является превосходным пловцом. К слабости можно отнести... Слабость к женщинам. При любой возможности звено будет пытаться произвести на них впечатление, что будет иметь только отрицательные последствия. Также наш герой не переносит воду с хлоркой, а при травмировании плавника на голове он временно теряет возможность нормально двигаться и ориентироваться в пространстве. Дальше у нас идет Боб или Бензоат Астелизен Бикарбонат. Это синий одноглазый монстр в виде желеобразного сгустка. Был создан на фабрике по производству фастфуда, когда генетически модифицированный помидор скрестили с химически измененным десертным майонезом. Это кто такой, кусака? Щекотно, щекотно! После побега Боб оказался в городе, где полностью поглотил шесть районов. Был пойман в 1958 году и доставлен на базу 50 чё-то там. Боб является пародией на еще один старый фильм ужасов «Капля» 1958 года. По сюжету в США, в штате Пенсильвания падает метеорит, внутри которого оказывается небольшая желеобразная субстанция. Она попадает на руку местному старику, которого привозят к доктору. Тут же лешка поглощает несколько человек. С каждой новой жертвы увеличиваясь в размерах. Затем пришелец начинает методично поедать жителей города. В конце главные герои фильма понимают, что капля уязвима к холоду. Монстра замораживают и перевозят в Арктику, где он будет находиться до тех пор, пока ученые не изобретут средства для его уничтожения. Способности у Боба довольно внушительные. Прежде всего, он неубиваем. Его нельзя раздавить, взорвать или порезать. Любая физическая атака не будет оказывать на Боба никакого эффекта. Тело монстра может принимать самые разные формы. Оно может удлиняться на сотни метров, создавать множество конечностей и удлинять уже их. Его тело может уменьшаться или наоборот увеличиваться в размерах. Боб может заполнить собой гигантский бассейн, и в нем могут спокойно плавать другие существа. Кстати, способность поглощать предметы, попавшие внутрь тела желешки, тоже варьируется. Например, она может быть совсем безобидной, и с оказавшимся внутри предметом, как в примере с бассейном, ничего не произойдет. Или наоборот, предмет будет растворен за секунды. Причем полному поглощению подвергается даже то, что невозможно уничтожить любым земным оружием. Боб даже может поглотить своим телом мощный взрыв или ракету, без вреда для своего здоровья. Нашему желеобразному другу не нужен кислород для дыхания. Точнее, ему вообще не нужно дышать. Он лишь имитирует эту функцию, ориентируясь на своих друзей. Как следствие, Боб может спокойно находиться в космосе. Тело монстра, помимо описанной ранее прочности, может легко отражать любые удары и предметы обратно в противника, а луч от лазерного оружия вообще будет перенаправлен в случайном направлении. У Боба нет мозга. Совсем. Это ставит его в один ряд со зрителями Дома 2, но есть и плюсы. Например, на него не влияют воздействующие на разум эффекты, такие как стирание памяти, взятие под контроль, промывка мозга и так далее. Боба нельзя превратить в зомби или других похожих тварей. Еще уникальной особенностью организма Желехи является то, что при поглощении определенных веществ он приобретает дополнительные свойства. Например, однажды, переварив взрывчатку, Боб научился читать мысли и предсказывать будущее. Проверка, проверка, раз-два, раз-два. Есть у нашего монстра и слабости. Из-за отсутствия мозга он иногда принимает своих друзей за врагов и может на них напасть. Плюс его очень легко отвлечь от выполнения задания какой-нибудь ерундой. Кто? Помоги мне! Прости, я засмотрелся на птичку. Бесплатная альфа-карта возвращает деньги. Закажите в феврале и выиграйте альфа-карту с кэшбэком 100% за все и навсегда. Также Боб может заболеть, правда, случается это крайне редко. А еще он очень плохо плавает. Дальше у нас доктор Таракан. Будущий человеком изобрел невероятную машину, наделяющую испытуемого тараканей живучестью. К сожалению, результат был не совсем такой, на который рассчитывал ученый. Живучим-то он стал, но превратился в получеловека-полутаракана. Таракана не задушишь, не убьешь! Был пойман в 1962 году. На момент событий мультфильма доктору стукнуло 92 года, но он чувствовал себя так же хорошо, как и во время эксперимента. То есть можно сказать, что он еще и значительно продлил срок своей жизни. Доктор Таракан является пародией на фильм «Ужасов муха», но не 1986 года с Джеффом Голблюмом, а 1958. По сюжету известный ученый найден мертвым у себя дома. Ему раздавило голову и руку гидравлическим прессом. Жена мужчины ведет себя странно и пытается найти муху с белой головой, которая летает по дому. Как оказалось, ученый работал над устройством телепортации. Сначала он телепортировал мелкие предметы, потом животных – кошку и морскую свинку. Когда же он попытался перенести себя, то в устройство залетела муха, и на выходе у ученого оказалась голова и конечность насекомого, а у насекомого появилась голова и рука мужчины. Через какое-то время инстинкты мухи стали брать верх, и герой придавил себя гидравлическим прессом. В конце полицейский находит муху с головы ученого, которого собирается съесть паук. Копы помогают бедолаге, раздавив его камнем и избавив от страданий. Доктор Таракан обладает каким-то пугающим уровнем интеллекта. Он может в буквальном смысле из говна и палок собрать за секунду ядерный реактор, или роторный пулемет, стреляющий конфетами. Проще сказать, чего доктор собрать не может. Кстати, 40 тысяч лайков еще в силе. Ставьте палец вверх, и я вам подготовлю жирную подборочку самых разных изобретений доктора Таракана. Наш ученый может взломать компьютер любой сложности, даже внеземного происхождения. Он без проблем может сделать зомби, или превратить в чудовище какой-нибудь фрукт или овощ. Доктор Таракан любит экспериментировать и на своих друзьях, но только в научных целях. Самого ученого практически невозможно убить. Его давили, били током и бросали с большой высоты, но на нем не осталось даже царапинки. Все благодаря Таракане живучести. Еще наш друг умеет ползать по любой поверхности. Есть и слабости. Док боится, как и любой Таракан, занесенные над ним ботинки. Начинает сходить с ума, если вдруг теряет свой голос, и у него очень чувствительные глаза. Дальше у нас идет насекомо-завр. Изначально был 25-миллиметровым букашкой, но из-за воздействия радиации превратился в 106-метрового монстра, который уничтожил в хлам Токио. Был пойман в 1969 году. Когда его посадили на базу, подружился с недостающим звеном, который научился понимать его язык. В 2008 году насекомо-завр окуклился в бабочка-завра. Насекомо-завр является пародией на всем известного кайдзю по имени Годзилла, который впервые появился на экранах в 1954 году. Годз является доисторической рептилией, которая изменилась под воздействием радиации. Существо увеличилось в размерах, приобрело несколько способностей, самое культовое среди которых это атомное дыхание, и начало отрываться на человеческих городах. Бабочка-завр – это уже пародия на Мотру, еще одного кайдзю из вселенной Годзиллы. Уровень интеллекта также соответствует их прообразам. Насекомо-завр очень глупо, его довольно просто отвлечь ярким светом, за которым он движется, словно мотылек за лампочкой. А вот бабочка-завр уже обладает средним уровнем интеллекта, понимает человеческую речь и имеет определенные интересы. В каждой из форм монстр может выстреливать липкой субстанцией, как в виде отдельных фрагментов, так и формируя что-то наподобие паутины. Кстати, забавный факт. Согласно официальному артбуку по мультфильму, насекомо-завр и бабочка-завр – это самки, а недостающее звено это существо считает своим отцом. Дальше у нас идет Сьюзен Мерфи или Гигантика. Обычная девушка, которая в день свадьбы получила по балде метеоритом, содержащим квантоний – радиоактивную энергию невероятной мощности. Из-за этого Сьюзен выросла до 15-метровой высоты. Гигантика является пародией на фильм 1958 года «Нападение гигантской женщины». По сюжету на Землю прилетает космический корабль с огромным мужиком на борту. Он трогает девушку по имени Нэнси Арчер. Ее доставляют домой, где она начинает увеличиваться в размерах. После того, как героиня достигает 15-метровой высоты, она отправляется за своим мужем и его любовницей, убивая их в процессе. После Нэнси сама погибает из-за взорвавшейся линии электропередач. Благодаря воздействию квантонии, Сьюзен приобрела невероятную физическую силу. Она может разжимать клешний зонд роботов, которых не в состоянии одолеть ни одно другое существо, за исключением насекомо-завра. Гигантика может поднимать или даже ловить брошенные в нее многотонные предметы. Она легко ломает титановые стены или пробивает силовые поля. Также само тело Сьюзен стало очень прочным и способным выдерживать физические и энергетические атаки. Помимо этого, наша девчуля еще в школе была превосходным атлетом, а благодаря квантонии ее данные значительно усилились и стали сверхчеловеческими. Также Сьюзен очень умная, и в некоторых вопросах по уровню интеллекта может составить конкуренцию даже доктору Таракану. В сериале она приобрела возможность уменьшаться и увеличиваться по собственному желанию. Произошло это из-за взрыва инопланетного вещества Гиперий, который был поглощен квантонием в организме Сьюзен. Правда, есть и минусы. Если гигантика себя не контролирует в эмоциональном плане, то она начинает менять размеры бесконтрольно. Также ее можно временно вывести из строя ударом электрического тока. Такие дела. Пишите в комментариях, какой ваш любимый персонаж из Монстров против пришельцев. А на сегодня это все. Пальца не хватает. Пальца! Жабра-человек принялся с маниакальной настойчивостью атаковать... А-ч-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к. Будешь кусать рис. Где моя коска-зина? Продолжение следует...